друзья всем привет сегодня первую половину ролика мы проведем с вами в малярке у насти серегой они наконец-то закончили volkswagen passat ремонт которого длился не один месяц так как это был глобальный ремонт с переваркой с полной перекраской снимали краску до железа везде полностью ободрали машину ну разве что только проему не тронули также в ремонте есть много других автомобилей на которой мы с вами посмотрим как правильно их ремонтировать а самое главное при покупке на что смотреть чтобы увидеть этот ремонт хотя качественный ремонт это ничего страшного также его трудно увидеть но у нас чаще все ремонтируют абы как вторая половина ролика мы едем вместе с вами смотреть volvo s60 один владелец состояние среднее попросили осмотреть автомобиль и оценить что мы сделаем вместе с вами хорошего вам просмотра погнали здравствуйте анастасия вы уже разбираете и гуф гуф привет серега сколько много времени я знаю еще снег лежал ребят закончили огромный просто проект по восстановлению фольксвагена passat b6 в кузове универсал начиналось все с малого серег а ты же даже и предположить не мог что ты будешь менять задние крылья ну да не хотел но пришлось ковырнули все сгнило крылья полуарки с ремонтом уже какой-то был дикий до этого до 8 раскрашена но где-то ролики на кто смотрит наши блоги регулярно видели этот автомобиль там когда тут раскурина было мы считали как кольца у деревьев до 8 было по моему до до 8 слоев человек подход опять же подход к автомобилю безумный как к любимой но это безумие даже не к машине любимой мира как к любимому человеку то есть денег вложено практически номера стоимость такого автомобиля полмиллиона вместе с запчастями полмиллиона рублей можете представить я тоже из-за чего ты год да я забыл первый же еще обвес получается обвес сейчас поговорим в общем была полная разборка полная переварка меняли не просто арки и полуарки пришлось поменять полностью крылья они были куплены с японской машины одно из них было закосяченное несколько крышек багажника также одна была куплена сбитого автомобиля оказалась кривой человек просто это не проверил данных про и назад сдать уже не получилось пришлось ее выкинуть купил еще одну крышку новый капот капот тоже не планировали менять но когда ковырнули он гнилой а ремонтировать край гнилого капота дело неблагодарное это на помойку будет после таких трудов чтобы потом капот через полгода загнил бестолковый труд мартышкин труд есть такое название есть понимаешь поэтому ну он любит его он ждал смотри мы уже обсуждали он бы продал его в таком состоянии каком было было плачевом состоянии ну ну скажем на 3 он был на 3 с плюсом внешне продал бы он его за 400 хорошо при лучшем раскладе вообще там это вряд ли два передних крыла тоже менее на были крылья новый до кроме этого человек просто он его так любит что тут салон какого-то жирного ну да я же стою я так понимаю и шел трек написано возможно я сиденья с вами не знаю макс вообще не разбираюсь короче ладно не будем гадать в некий таретки много чего с другой машины там столько плюшек у него в багажнике усовершенствовался полностью человек покупал каждый крепеж каждый пистон здесь новый то есть на на карту двери на какие-то лакера это все ну ладно короче можно тут убиваться этой красотой много давай выкать его на улицу жалко что он не помытый но покажу по крайней мере как он выглядит осталось помыть и все и кататься уже в конце концов хватит уже стоять колоссальный труд но все равно на новое не стало надо понимать конечно это было восстановление не после дтп а просто привели в хорошее состояние но имели в чувство да ты за свою работу уверен абсолютно точно все про мавили на понимаешь все обработано с двух сторон все покрашено с двух сторон все швы сливы обработаны я думаю что как бы я будущее не вижу но лет 5 я думаю с ним не будет ничего естественно мы даем меньше гарантии но в год гарантии дает что вообще нигде жучок то угроза ничем от 2 но я думаю что едва тоже можно не вокруг ручек не арок вот это все ты проклеил везде где надо я проклеил изнутри корпуса ручек вычищены прокрашены промовили на еще везде проклеена все брони пленкой все стыки натирания да все сделал все сделано все крылья новые даже задние елки-палки багажник капот новый бомбера тут родная крыша только осталось двери вам поменяли двери до этого были мнение все четыре вот они от другой тоже машины то есть тут родная осталась только крыши но может бампер передний не знаю даже салон родной салон тоже не родной слушай ну главное чтобы он был технически в порядке если человек в этом уверен но следит за ним очень сильно любит его короче но он любит его в общем он его любит но получается мы убрали всю краску полностью все ремонты сделать точно я уже забыл ты живу вычислил просто до металла его полностью весь вычистили кроме проемов соответственно они не крашеные были убрали всю краску доделали ремонт там где было не дотянуто просто завалено шпаклей вытянули все да да я помню на дверях до дождя шпаклю и вытащил как минимум чтобы не меньше было максимальное количество шпаклевки без нее соответственно никуда то есть паниковать от этого не надо но минимальное количество она все равно будет присутствовать могут бы вот эти все новые поставить еще блин ну тогда вообще можно без штанов остаться тут можно менять все менять 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 не останавливаться фонари задние новые все 4 а фары старые старые но они в броне то есть броню бы обновить просто и все бампер задней тоже новый потому что были сломаны крепления неправильно его снимали они его отщелкивали а он выезжает у нас на ласка еще крепеж весь новый chrome который японцев приезжал тоже с японцев поставлен на задний бампер на крышку все поменее вложился бы я в свою машину так я думаю что нет ты прав я бы не стал этого делать но это я знаешь для меня машина такая как расходник но я к машинам тоже проще отношусь я бы мне время не позволяет так заняться может быть в этом тоже дело ты знаешь у меня когда была камрюха черная еще я продал в пятнадцатом году году в тринадцатом мне в задницу влетел пазик и рассказывал достаточно сильно влетел что крышку сложила горбом крышку багажника я так ездил месяца четыре и только зимой когда я полез багажник и понял что туда навалило снега он растаял опять замерз опять растаял замерз я не могу ничего вытащить я понял что буду ремонтировать на тот момент у меня была малярка ну как сапожный без сапог все кто в этом крутится все вот из-за этого я стал ремонтировать да потом ремонтировал ну колоссальное количество времени ты занимаешь свою малярку то есть ты убираешь очередь сдвигаешь понимаешь как бы и людей двигаешь и поэтому это никак не сделать как вот кто-то написал в комментариях что с москвы к ним едут а мне не покрасили то ли газель написал человек то ли что-то блин я немножко не догоняю он хотел влезть без очереди или дешево сделать я не знаю как бы ну блин дружище хорошо с москвы едут а тебе в питере отказали из-за того что времени нет по моему там такое через полгода написано было что через полгода сказали но это как по-другому но если если человек записался и готов ждать но не могут же взять вот другого человека всунуть этих людей ты сдвигаешь не одного ты сдвигаешь целую взял очередь просто целую грядку взять и сдвинуть разве это порядочно нет поэтому твой комментарий ты хоть бы подумал немножко прежде чем это написать может быть конечно я что-то не понял но я так понял что просто сказали через полгода блин ну да да был дело давно уже было я даже не помню когда это было написали что вы сказали через полгода только так я вот говорю в чем причина паники но если за нет если занято едут из москвы человек написал там с москвы клубом еду тамdevio или хорошо отказались покрасить или сказали через полгода я уж точно не помню ну извиняюсь они права у меня тоже кстати ждалаает на месяца 4-5 и 1 и 2 если нужно ждем не нужно не вовремя это в принципе то есть и газет там по подразумевалось целиком облив во первых это дорого это газа дорога ну правда газель можно попроще красить если она ржавая ты уже не спасешь это понятно там вроде как писали 17 год то есть где-то там по чуть-чуть по чуть-чуть но все равно это объем это какие линии это ну как бы я не могу без очереди взять но это нереально это логично вы сдвигаешь других людей там как минимум некрасиво ладно я думаю я обиды здесь не понимает о чем речь хотя если вы понимал мир не стал бы это писать если я все правильно понял в комментариях блин жалко конечно не мы ты но бог с ним жалко жалко что пойдем посмотрим что-то там изготовил какую арку давайте посмотрим плюшки в какие у него есть походу на самом деле я тоже от него кайфую но это же у всех но я не знал блин как ты не знал у него смотри какие крепления из багажника видал сюда поставил все допы вот так мой фига ты туда коробку засунул и вот этим ремнем и при серега ты плохо знаешь вак походу блин я такую фигню первый раз и серьезно вы доставали они были скручены и две короче как научаки и гусеша на тебя такой да чё за научаки у них отдельная коробочка то есть в которой складывается застегивается он такой жирненький прикольный это не жирненький дополнительно в любой посад ты можешь поставить всего помыть и буковки наклеить и все да и полгода жизни закончится все пушки все мышцы еще мало плюшек покажу я кстати тоже ожидал собой двойные козырьки чё еще но это же у всех даже оба третьего не знаю мне только в туареге были у меня мама не было на по третьем двойных козырьков точно точно уверенно уверенно может я ошибаюсь в общем кайф когда недорого за 900 заберете нет в кредит без первого вздоса ладно пойдем посмотрим вот это all track тоже да даже пластик не отсюда висит да да полностью салон него слушай любовь к автомобилям это хорошо я настолько не люблю это выглядит круто бесспорно круто сейчас за накладкой пошел давай неси так ребят да что ты что ты он контролирует показывали вам насколько был можно открывать гнилой фрил смотрите насколько это все выглядело помнишь ты просил пожалуйста не ломайте а то мне нечего будет врезать помнишь но по остаткам я все равно смог да да как внутри тоже будешь обрезать да вот эту часть буду иметь которая сгнила но только я сам буду изготавливать вот этот и мишину да да ну только если ты изготовил арку че тут-то тебе изготовить давай показывай на хвост и ты прям жестянщик настоящий ну красавчик что сказать давай не буду тут я прям а то прилипнет и останется сразу красавчик мне ну конечно не я говорю прилипнет и останется красавчик погоняла да 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 будешь не метросексуал а красавчик в общем чё чем тем очень мы работаем пишем историю в общем самое сложное было тем учат формовать под порог чтобы вот так красивенько было все это как и должно быть эта форма то есть это была балаванка из которой я уже доделал получается все эти то что написано изготовим пороги и туда-сюда их надо дорабатывать в любом случае они идеально не подходят поэтому вот было доработано немножко чуть до загнута она была более прямая сюда вот так вот так торчало то есть я и догибал формовал под порог вся часть готова и теперь я приступаю к изготовлению вот этой части наша сильно сгнила но дальше там в принципе ничего страшного я думал что вот это спасу хотела раскрыть развальцевать запесочить день чтобы между стыком убрать ржавчину он лишь это кстати клей она склеена еще помимо всего прочего вот клей лишь это не ржавчина это клей ломается что-то типа герметика ну что-то типа того да то есть они вот он тоже черный вот вот такой же он был по всем по всему периметру и здесь тоже это внешне и внутренние арки склеены да и они склеены и сварены получается хотел это нормально тоже много где так до много где хотел спасти вот эту часть не лезть сюда но придется вещь тоже лезть так что дальше изготавливаю эту фигню и вот эту часть наверное тоже вижу как она раньше была сделана покрашена шпакля была где-то нет да нет пока не нашел вот так визуально тоже не скажешь воронка есть ерунда вторую также будешь делать это полегче вторую соответственно также ну получается это первая часть на ней сейчас все это опытным путем я изготовлю 2 будет проще и быстрее но мы еще будем полностью песочить арки изнутри там изнутри дам вам снимать аморт все песочить потому что они есть немножко печально состоянии все что совсем трухлявая мы поменяем все что это к слову казалось что да просто починить арки тут трудов как и также он на неделю замена арки несет за собой разбор пол салона да 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 здесь же там чтобы не сгорела опять же казалось бы зачем разбирать до закрытым и крышку багажника тоже вычищает все да но буду песочить там же изнутри должен долезть тут вокруг планки все гниет принц она жила и все нет обшивка натерла внизу крышки но с двух сторон крышку а там еще пока нет чтобы все заварить разбираешь пол салона чтобы не дай бог не загорелся этот салон ну да еще спалить не хватало потом купить фрилендер себе не провалитесь еще у нас вот китаец есть три тысячи пробега уже обкатка пройдена только не говори что жуки полезли не моим удобку делаем что вы ему помыли арки мы ему купили коврики тонировка что здесь тонируйте сами я думал тут серёга на все руки мастер еще и затонировал в обед пошел затонировал машину аля продажным порогом сейчас покажешь говорю что пришел затонировал в обед это как гоша у нас есть друг гоша вы еще не знакомы с ним который собирал жигу когда-то цапку спортивную и мы сейчас чтобы ее заводить ее и копейку брали его с собой так как он собрал ее по винтам он все знает и копейка тоже было сдохшие короче вместе там подурачились было интересно и пока стоим он говорит приезжали туда три раза он приезжал без нас дважды в первом приехал посмотрел то раз поковырялся перебрал стартер на третий раз мы приехали оказалось что еще втягивающий на поменять но не суть и вот последний раз приезжаем он говорит ой я вчера руль себе перетянул до ягу сам да ну я пока не иду смотри знаешь его перетянул руль сам с такой перетянул руль сам это не просто я подошел посмотрел он как будто в италии все работает его вообще обалдеть а он и к свободное время там кошельки сумки какие-то делать корняк понятно такой на 21 год с армии вернулся а сам покрашу будет я вам покрашу ее это я переварю это сделаю за капиталем это понимаешь вот так он работает сейчас на станции где есть камера и все прочее то есть он не просто покрашу дурачок я имела ввиду именно короче пацан который любит автомобили делает много чего если вы у женька смотрели когда вот ролики с его жигой нет наверно короче молодой парень он-то только-только жигу доделал в армию шел вот так это было два года отслужил даже с лишним по моему и вот только-только вернулся и мы его нашли ты чего его рад был видеть очень сильно гоша привет короче ребят кети 15 год 17 17 год 17 год я говорю всегда что в питере покупать эти дорестову это вообще кошмар особенно 12 11 11 11 13 год это просто ужас у нее нет арок нет крышки багажника ну как нет все гнилое вокруг ручек там беда много раз опять же показывали смотрите у нас здесь более 17 год человек попал дтп ну заодно видимо это будет устраняться смотри темночка будете делать вы не знаю да 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 делаем да делаем да можно было ковырнуть тогда даже пока не ковыряй здесь пока ну как просто туда тоже он просто жук уходит вот она царапка здесь какая-то него жуки да 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 все вот 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 он везде посмотри везде вот это пять лет машине то есть как примерно лада калина ручки надо целые но это говорим про питер посмотри вот они везде вот это все пупырышки вот эти это беда это к чему сейчас почему ты счищал весь пассат чтобы дай бог после покраски вот этой штучки нигде не было потому что это будет жулик раз что-то да жуки жуки набитом крыле уже устанавливать его будете да да чего придавился не сильно подушки не стреляли я вначале подумал что со стритрейсером была сходка потому что и что-то остатки короче стеклопластикового красного бампера трамвай это трамвай трамваем шутки трамвай подожди так он что подъехал близко на повороте трава я не знаю вы не уточняю вы понимаете что это полтора метра вы нас трамвая на повороте если ты подъезжаешь близко хочу у меня друг валера на тот момент у него была audi 80 это было очень давно 2003 год васильевский остров не помню средний большой проспектом трамваи все поменяли уже местами где они там ходили и вот он подъезжает и слишком близко он уже проезжает кабинет ну линию до стоп линии встает а это поворот трамвая и трамва идет и просто хвостового подцепляет так мы даже не чувствует этого и просто уезжает и кто стоял к нему навстречку люди они смотрят на вот так вот у него сидят и смотрят у него капота нет решетки нет радиаторы пробиты с пар валит и хочешь просто снес ему нахрен всю морду просто дедушка не там встал где трамвай было похер куда ехать все ускочил подвеска в минус кто-то ладно это без разницы была бы это skoda бмв или жигули ну жигули сложилось бы чуть сильнее бмв чуть меньше но смысл в том что это не виновата машина а вот то что жуки по всей машине которая пять лет но это перебор конечно печаль гвоздь программы машина которую мы вам показали полностью человек купил ее по низу рынка это я говорю в самом начале комментарии разделились на два лагеря многие говорили что это нецелесообразно и вообще это не нужно было делать покупать автомобиль в таком состоянии и столько сбухивать во первых куплен он не перед ремонтом а куплен давно давно он уже отъездил им два года слава богу не было никакого дтп чтобы испытать есть на подушке или нет которых там нет ссылку на ролик я оставлю под этим видео чтобы вы посмотрели что и как во вторых когда уже сейчас все это выяснилось при ремонте не бросать же ремонт но по логике или сказать сделайте подешевле давай там тряпок напихаем ну как-то раньше ремонтировал сопротивление поставим да как настя раньше делала там написали кстати что тут гонишь все вы там такие да 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 это считала чувствует он тебя будет хорошая машина целесообразно ли это делать если ты продаешь машину нет конец конечно нет потому что ты в бухой сюда кучу денег и вряд ли даже сможешь вернуть то что в бухой не вернешь нет однозначно если ты собираешься на ней ездить много лет дальше купить за эти деньги что-то живое невозможно особенно уровне октавии октавия скажем так в своем классе она улучшая ну это правда ну чтобы мы не говорили она лучшая в плане она мягкая она вместительная багажник сам обороны косяк самый крутой при том что на нее универсал октавия универсал это вообще просто пушка не супер пуфи кайф понимаешь если он не за супер да да то же самое дети супер пак так ну что тут спорить они у нас просто никакие причем мне пацаны пишут в комментариях откуда-то из других регионов говорят а сама ерунда это же самое именно с вагами да не так сильно но тоже гниет вот тебе и ваг чего не было приклеено крыло да но не было то приклеено то не было приклеить она на двух этих кусочков держал это еле отодрали а это так что тут у вас почти все под спасение что ли не порог замену про можно открыть можно на не закрыл руку заварил да все заварено жека тут все засрал все отстучал все заварил изнутри тоже обработаешь обязательно иначе вся работа на смарку а вот то что до этого да тут было до колотили вы здесь трещины по герметику были в багажник весь в воде всегда был подтекала через фонарик эти дырки от саморезов тоже заварены плюс я этого что держался бамперу саморезах но вы здесь не знаю что деснарка здесь кронштейн держался бампер который здесь идет пластиковый саморезе здесь сам бампер был скручен оттуда ну это ужасно вообще да поэтому бампера новая орига оригинал ой говоришь серёг начеты да красивее звучит так да зря мы коверкаем слова там кстати человек написал вот такую написал как красиво ты понимаешь ты тоже прав что в гаражный слоем к сожалению да я ответил рабочий слой но рисуще он правда написал блин но мы не на уроках русского языка вот такие не культура мы коверкаем я чуть меньше коверкаю чем вы маленькую одежду отделать и жмёт что одеваю штаны не те у нас автотема блог автотема кто как выглядит вообще зачем это какой у меня пуховик какая шапка какие штаны смотри а ну да это вообще сидит ножки сдвинул стою широко ты можешь ноги еще шире поставить я рассказываю про машины я спрашиваю могу если тебе нравится могу блин можешь прийти поучаствовать сесть вот где-то здесь я поставлю ноги шире я не знаю что за глупость то на самом деле я не бежать что все это нас смотрят по всей россии я сам из маленького города правда 20 лет жили вот как раз посмотри эту то нашу и также я видел прикол пацан какой-то молодой все фотки он с друзьями стоят на шпагате короче не суть я сам из маленького города где все ходят в серо-черной одежде понимаешь где все ходят вот в таких штанах где все ходят там не дай бог выделиться и пара человек которые выделяются они там белые вороны но я 20 лет живу в питере я могу ходить в узких штанах если мне это нравится при том что я не хожу в узких штанах значит которым при том что у меня худые ноги у тебя ноги худые а у меня их и больше ничего это написал ты можешь себе представить что он не написал а мозга у тебя меньше к сожалению понимаешь просто орех все что ты понял из часового видео про машины это просто прикол как бы не в обиду тебе короче обсуждается одежда игоря усы понимаешь что стройнулся мы заставили его сбрить кстати начало обрастать судя по видео короче ребят смотрите про машины про одежду зайдите я не знаю там славе зайцева посмотрите что там что-то другое мы в питере живем вы просто наверно даже не представляете как здесь люди живут в чем они ходят выйди в центр посмотри что я сам уху поражаюсь я думаю можно сделать рубрику ответы на комментарии надо это очень классная тема и просто знаешь как бы сесть и просто выбирать считать что люди спрашивают это прикольно я читаю все комментарии единственное иногда пишут удалил комментарий мой что-то там лишь какой-то я не удаляю комментарии он у меня стоит когда ты ставишь как называется даже не знаю модерация и где маты херачат вот маты про они появляются нет если я успел зайти там в течение часа увидеть я этого вижу а потом автоматом их просто уносит понимаешь я могу удалить комментарии или заблокировать человека но совсем в голову раненого есть один кстати он сначала телеге писал что-то кого-то обзывал может вас может игоря ну я заблокировал не стал писать в ю тубе идиот просто идет если он начинает сраться с кем-то комментариях ну то есть лохоре человек начинает какую-то там просто ну такого могу заблокировать я даже не блокирую вот эти все сводки мне которые там присылали значит погибших столько там столько-то бы там это я даже не удалял ладно это мимо короче сделать рубрику ответных комментариев или нет все идем посмотрим еще джету порог ты уже сковыряла ну его просто шпакли сделала принесет в ответочку а я уже все она там настолько жесткая то что можно было отковырять я уже от камень камень уже но он здесь настолько про что вытягивать метры но ничто не поймали поребрик скорее всего ну то либо сферу полусферу замяли сильно даже выправлять не стали просто сделали из шпаклевки фигуру и поэтому поехала снимая не герметик просто поверх просто вылепили самый дешевый вариант стекловолокном каким-то голубым и все почему нужно проверять прибором пороге вот так так ты это не ешь мать и ты это не от такой колбасы ты себя подстрахуешь опять же это не супер страшно он от этого даже не сгнил он просто где-то царапнулся он отвалился ну да понимаешь было бы хуже чтобы было как пирога он там-то подгнил он даже рыжий вот здесь вот дырка есть города там дырки они видимо в это вытягивали тогда они просто его дрябили какие-то дешевым обратным молотком там дырки завалил понимаешь крючком каким-то цепляли там саморезы поэтому это спасать уже бессмысленно ну то есть поставлю пожалуй нога на ногу вот еще еще есть так а здесь что вам еще нравится черри суши не плохая но я уже морду разбирал сборка как на японца очень похоже собрано да ты что ну ну устрой устройство автомобиля именно такое вот как японцы клопы и там все вот эти крепежи защелки очень откуда не берут они откуда живут захожда или на корейца очень все на самом деле я думал что я вот эти арки переломаем нет клопы многоразовые все четко 1 1 1 все блин плохого по морде ничего не скажу ну да немножко пришло ложечки он прямо мне тут бусами звенит какими-то китайскими слышали как будто бы в игру зашел какой-то двери открылись такой в армию и зарядка у него да 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 это полный жир да не конечно китайцы молодцы это уже глупо отрицать единственное что вот света конечно мало я на нем ездила не хватает света да это чей это моего брата даст на 3 дня погонять да даст на жестких условиях мы ему не скажем и видео не пока он получается пересел на нее снивы шевроле не понял зачем он сказал такие машины стали китайцы делать он их и помнит еще видимо когда ниву шевроле покупал черри тига ту до которая сгнивала за год вся подобие арафа 4 ты 11 или как она называлась я уже не помню вот и он как бы очень долго на ней будет ездить мы все проклеиваем на ней делаем шумку там где разбираю мавилим всю антикор делаем тонировку уже сделали в общем будем разбирать салон посмотрим как она еще там устроен ну и самое главное года через три через четыре до лезет где-то что-то или не то есть эта машина в нашей семье поэтому я буду видеть что с ними будет происходить не самому интересно понимаешь но народ пишет что все нормально но я тоже много смотрел что пробеги из-за стола уже все нормально и что разве это пробег все равно показать какой-то многие эти руля нет были джами говорил мне показали все давай еще чуть-чуть и все уезжаем демочки гофик и тебя заберем заберите меня я больше не хочу эти ведра делать куда тебя забрать куда нибудь в метросексологии посмотри это не грязь вот такое качество это так стирается можете представить посмотрим что китай покажет судить час по рулям конечно это тоже сложно многие написали после ролика с гольфами с пригранными что кто-то молнией задевает сразу царапается кожа еще что то еще что то что ну это правда как и на шкоде октавии а 5 кто-то ездит долго с рулем кожаным а кто-то сразу его весь измучит ну ладно побегает еще шкода и еще бегать и бегать так на скоты такого пошла я тут друзья если вы хотите вот узнать мое мнение я бы сказал что конечно так не делают мне так не надо делать но нам да у тебя условия ограничены до ограничены тем что владелец сказал ни в коем случае не снимать мотор на ни в коем случае не снимать мотор поменять стакан и снимая мотор невозможно не так удобно да я шучу мне баргонщики сразу в лицо плюнули если вам сказал давай так как давай так стакан приварим в общем поменяли часть стакана по факту ничего страшного ну если быть откровенно да это не совсем правильно не совсем по технологии я бы если допустим это была моя машина я бы снял мотор но нам запретили сказали ни в коем случае его не снимать делайте как-нибудь просто второй раз только машин набери ремонт я не хочу больше потому что очень сложно это всего лишь вторая такая машина которая такую делаю но и больше не хочу потому что чтобы до чего-то долезть нужно разобрать пол машины чтобы снять торпеду срезать стекло что вы блин снять эту трубку тут надо все блин разобрать вытащите кишки я разбирал на только дни все не психуй но проварили с двух сторон проварили с двух сторон соответственно чтобы усилить этот шов ничего страшного я с аргонщиками разговаривал они естественно не первый раз так уже делают много кто так ремонтирует после удара ломать друга но прикинь у тебя загнулся вот тут кусок его не выпрямить он лопается на меня целый стакан это ну все агрегаты да согласен сага я уже видел такой ремонт да и аргонщики ну товарищи наши опытные и они говорили что приезжала бху они так варили пятерка семерка я не знаю тут и короче получается что потом был последующий такой же удар в этот в этот же стакан и лопался не шов а лопался дальше стакан ну и соответственно там уже соответственно замены стакана уже идет все не оправдывать один раз можно так сделать и это будет не критично и никому не сказать скажем по факту вот на этой части которая приварена не висит кровь чего нет нагрузка не оправдывает не по факту все не оправдываетесь видишь как уродливо выглядит да это всегда это литье это литье вот не надо как-то еще изобразить есть вот этот мусор грязь не надо ничего этого делать я до первых не всегда это мэрс это бмв это ровер и то не всегда плюс серега это не всегда литье бывает еще подымает как реакция понимаешь да 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 фиг знает сложно сказать смотри как и на митсубиши на котором ты менял лонжерон ты сделал в небольшой заступ конечно взять то есть вот он шов идет здесь и через примерно 5 сантиметров как и там вот этот шов наружнее идет здесь внутри тоже все проварено да все алюминия это все алюминия он еще склепывается скручивается вот это болты это не заклепки это винты вот клепки но их не повторить вообще ни в коем случае не как но и тем более суда как и суда залезли метисовку какой-нибудь говняную клепать ну такое слушай ну видишь серёга конечно же так не стоит брать в работу не стоит но я ограничен к сожалению хозяин барин поэтому нет я же не говорю что ты ах ты гад сделал я имею что на будущее не стоит сразу нужно обсуждать если она не хочет вам и говорил давай не будем убрать потому что это будет стопудово колохозяйте на стопудово долго потому что запчасти не найти я щас опять уперся что мне не хватает кронштейнов чтобы морду собрать все пипец мы опять ждем собираем ищем запчасти а если бы я сразу все разобрал сразу бы все дефектовал его потом в жизни его не собрал то есть все поэтапно идет потихоньку помаленьку иначе ты себе усложняешь портфолио по факту но это больше до подфолио нежели заработать день не забудьте указать вот эти вот портфолио швы пока показать как сделано так ну и ну и ну и ну и кого ты хочешь не забрать она тебе точно надо тем ты шутишь она просто вставлена на все не буду открывать бмв кайф чего я с тем очень больше не дружи ты дружи иди со своими друзьями с метросексуалами в узких коротких штанишках сережками в купе вот там и дружи ходи я с тем еще мне надо чуть оба чем такого не хватало эту случайно царапнули пришлось все украсть мы же хотели помолвить да ладно чё заплатишь совсем уже когда там уже настя проиграла это на видео есть это есть на видео так что тут вот она не творится да не не смогла не смазывайте ничем супа всегда был да все развальцовано все завальцовано обратно там от песочина все по максимуму что возможно металл очень толстый металл очень крепкий поживет еще по прикол раньше делали да она прям бронь поэтому сейф поэтому да еще поездит поживет современная не думаю что настолько крепко современные чуть по другой технологии уже делал уже да совсем ты видел последний бейки там уже вообще уже не герметик там совсем все по-другому на дверях вот это глупость вели чтобы ты сразу что что встрял над фарой вот здесь вин вот это место вин номеру бмв у x3 блин у x нет у x3 у пятерки бмв у эфки бмв пятерки да много где я уж сколько встречал корявых так как легкий удар она вот такая вот экспертиза нанесения полицейского и номера нашибись все парни и девчонки так гуфик пока друзья недавно у нас было видео с volvo s60 где продает молодой человек который владеет четыре года который считает ее одной из самых лучших volvo s60 просто в россии он прямо так и сказал что наверное где-то в идеальном мире получается даже в мире а не в россии и есть пара автомобилей лучше чем его собственно если вы не смотрели ссылка будет внизу посмотрите это к тому что некоторые люди переоценивают свои автомобили и им кажется что их машина действительно хорошая чтобы с ней не было сегодня же мы поедем посмотреть volvo s60 от одного хозяина один владелец дедушка очень взрослый дедушка 86 лет покупал ее новый в 2007 году только он на ней ездил до побил слева справа какие то царапины были что-то уже удаляли красили так же по салону есть какие-то дефекты дедушка собрался ее продавать но не знает какую цену ставить мне позвонил знакомый который попросил макс посмотри пожалуйста оцени этот автомобиль за сколько можно его продавать и нужно ли красить то что сейчас на нем есть дефекты убирать их или нет мы сейчас поедем посмотри вместе с вами а за 1 сравним с тем автомобилем который мы смотрели до этого там был пробег 150 на этом автомобиле пробег 104 Здесь мы уверены, что здесь абсолютно честный пробег Там же я с самого начала не был уверен, хотя владелец утверждал, что он родной Но история пробега в той машине начиналась с 2017 года со 114 тысяч километров То есть, что до этого было, никто не знает Насколько могли его смотать, вы сами понимаете, и на 100, и на 50, и на 150 Поехали, посмотрим Я видел фотки, и тоже омывателя не хватает Где-то здесь, во дворах Судя по всему, стоит очень давно Что, дедушка на ней не ездит? Пока мы видим Nissan, который стоит очень давно Похоже, там торчит Volvo Рядышком Mercedes старенький стоит C-шка Видишь? Она черная, почему я подумал, что синяя? Тем, да? Омывалок нет Значит, точно она Царапинку вижу Да какую царапинку? Вся бочина притерта На крышу слегка что-то упало Так как это знакомые, нам дадут ключи И даже тревожить нас не будут Чтобы мы посмотрели ее Ты прикинь? Посмотри на ручку переключения передач Ты видишь? Да, здравствуйте еще раз Это Максим, я подъехал 151 номер на машине, правильно? Так, говорите, куда к вам? Какой подъезд? 7, 52 Темыч Я нашел крыло окрашенное Да? Такой Милый дедушка Угу, угу Смотри, там не просто дедушка Сейчас я закрою, чтобы не было тут видно лишнего Ого Вот так вот Академик Да, визитка мне свой дал Так, ну что Очень приятный мужчина Дедушка, 86 лет Понимаешь, он бодрюком еще прям Единственная с ногами проблема Так, один хозяин Купил в 2007 году Вот эта крашеная сторона Было какое-то ДТП Не знаю, насколько большое Я уже не вникал Мне просто даже неудобно такое расспрашивать Ну, видишь, ты и сам нашел Ты подборщик Химчистку делали Когда-то Когда-то Но смысл в чем Вот смотрите, ребят Те, кто смотрел ролик Про Вольву От владельца Который сказал, что Одна из лучших у него машин Он немножко заблуждался, я думаю И по поводу пробега тоже Здесь у нас пробег Сейчас я скажу, сколько точный 104 409 километров Долго стоит Видишь, на ней эти почки падают Все это налипает Это надо отстегнуть А то ремень работать не будет На, потерто ремешок Из-за того, что на нем сидели Смотри прикол Ты понимаешь? Круто очень Ты понимаешь, что заводская пленка Тот мужик точно собрал Да он не знает сам Он не врал Он просто не знает, Тём Он купил ее И думал, что так и было Да у нее и фары Вот вообще Вот я тебе хочу показать Левая у меня у нас, наверное Правая, ты имеешь в виду? Ну, правая, да Вот эта, да? Слишком новая Сейчас мы заглянем По поводу фар Так, ну что, капот-то Те просто дату Если посмотреть Можно было туда залезть Но У этих Вольво еще снималось Фара не так просто Как в следующих Да, менялась она в четырнадцатом году Поэтому настолько свежее выглядит Смотрите Вот, видишь? Здесь у нас четвертый месяц 0,07 года Машина седьмого года Убираем Здесь у нас Одиннадцатый месяц Четырнадцатого года Восемь лет назад Ее заменили Она стоит оригинал Это мы видим Поэтому вот здесь внешне Сразу не скажешь Менялась она или нет Потому что все грязное Но даже вот смотри Вот она, седьмой год 104 тысячи пробег Ее плюрнуть? Я не к тому Как выглядели фары на той машине На пробеге 150 Как здесь выглядит Она просто новая Так, тридцать вторая неделя седьмого года Хапотик у нас Без цены Люди спрашивают За сколько можно продать Понимаешь? Скажем так Оценить машину Что не знают За сколько выставлять Там безумие творится на рынке От 300 До 750 Которые мы смотрели Самую лучшую забыл? Вокруг пробки потеет Крысы также здесь бегают Вишка Навалили Вот это все крысы Да Так Вокруг крышки Прокладка ссет Недавно делали ТО Но видимо Не стали заморачиваться с этим делом Никаких ДТП мы не видим Мне парнишка пишет Вконтакте Макс Вы рассказываете Вот что нужно смотреть Значки Чтобы был оригинал Что говорит У меня на машине их нет У него Kia Rio И да действительно Не у всех автомобилей Именно на этой полке Есть значок То есть например Kia Volvo Ford И что угодно У многих Kia Например таких как Сид Сам значок Находится вот там Вот на том креплении За бампером И так просто его не увидеть Но мы об этом вам говорим Чтобы вы видели Как посмотреть Сами крепления Крыла Что их не крутили И чтобы не было Самой тайваньской надписи Хотя ее тоже зашпаклевывают Но даже замена Одного элемента Например если поменяли И поставили одно крыло Новое Даже тайваньское Максимум чем грозит Оно сгниет Это не так страшно На фоне того Когда резали лонжерон Там тянули чашки И прочее Блин жалко я прибор не взял Темыч Попикать бы ее Поэтому замена Какого-то одного элемента Это не так страшно Ну капот крашен Да А теперь смотри Темыч Сейчас переходишь На мое место Я встаю на твое И на первом этаже Окно закиданное Чем-то белым И просто аккуратно Наведи туда Видно его? Еще наведи Да Видно? Да Следит? Следит? Так Погнали окна Седьмой год Девятый год Оригинал девятого года Надо спросить Что было Почему его меняли Блин Ну а здесь Конечно Я глазами Затрудняюсь посмотреть Видишь облезает? Помнишь там тоже так было? Сами молдинги Вот они страдают этим Ой давно стоит Она давно Так Что у нас? Герметики Все в порядке Заводские точки Все в порядке Все равно Заглядываем Смотрим Вот оно как должно быть Ничем тут дополнительно Не намазано Крыло В грунте Так Что тут? Та же история Все четко Все как должно быть Все отлично Все заводское Так что крыло Просто окрас Причем Сделано это тоже Очень давно Такая тачка Получше, да? Совсем другое Вообще Видишь Она хоть и не новая Тоже поюзанная Сколько лет получается Седьмого Пятнадцать лет В одних руках Пятнадцать лет В одних руках Машина Это он? Вот еще Смотри Какие проблемы Люди пожилые Видишь попадает ремень Безопасности Как наколотил сильно Прям очень сильно Но пороги у нас Не запилены Пластик Нигде не шатается Да Это второй раз Одно и то же Не поцарапали Задняя правая дверь Тоже был окрас И Передняя правая дверь Тоже окрас Вот они провалы Смотри Я сейчас отреол обрисую Может быть поймаешь его Вот он Ну да Видишь, да? Да, да, я отмечу То есть Сели около машинки Посмотрели наискосок Все увидели Вот у нас здесь Такая рябь идет Это то, что было с ней до этого Ну и вот опять притерся дедушка Ну мы сейчас не притираемся, наверно, да? К царапинам Ее и не выдают за самую лучшую машину Как некоторые Так, смотри здесь Аналогично Видишь, как побили сильно ремнем Да Причем такие глубокие Это ни на что не влияет Чисто вот визуально Не очень красиво Ну и в машине курил он Никуда не денешься, видишь? Вот прыжок немножко Ну и вот эти, видишь, складки После химчистки они станут светлее Но ненадолго Куртка, джинсы, да что угодно А карты как новые Свежак Ладно, не буду даже обтирать Хотя надо, да? Да, все четко Даже больше, чем нужно Видишь, нагарчик Лаковое отложение Ну, конечно Не, не критично Но есть Я разговариваю тихо Так как за нами следят Слушай, ну несмотря на все эти потертости Лучше? Ну, это, конечно, не так Он не отличный Но даже с потертостями и с окрасами Она выглядит свежее Понимаешь? Вот, видишь, притерли До цинка отлетела Немножко пошла коррозия Ну, вообще, конечно Вольво держит хорошо Вот, смотри Здесь тоже притертость Слушай, давай сделаем скидку 86 лет человеку Понимаешь? Ну да, сколько он сейчас не ездит? Год-два То есть он ездил с 75 Там до 80, например, 5 То есть это серьезно Руль просто идеальный Да Химчистку делали, ты слышал, я сказал, да? В этой машине Смотри сюда Помнишь, как там? Где он сказал, что эта дочка повисла и оторвала А я сказал, что нет Это делали химчистку И вот с этой стороны, видишь? В этом проблема Так, еле светится Она хоть запустится у нас Ключа боится Последствия того, когда попадает ремень Никуда надо Жестко, да? Это тоже все лечится, но Это надо лечить Либо забить на это И просто ездить Такая грязная Мало чего видишь Попереключаем коробку Он мне говорит Катайся, если хочешь Я говорю, не, не поеду Говорю, без владельца Не поеду Не хочу газовать, что он нас чем-нибудь бросит сейчас этот чувак Вот посмотри, скандинавский дизайн Насколько он сдержанный Тогда она еще не была ни Фордом, ни Татой, ни кем Просто было Вольво Сами шкалы приборов Мне кажется, просто супер Ну вот реально И даже не нужно никаких цифровых там бегающих огоньков Вот все выглядит Единственное, вот это, конечно, очень уже устаревшая тема Сам климат-контроль Музыка А так Очень-очень достойно Ты согласен со мной? Конечно Тебе же нравятся сдержанные? Да Да? Ты тогда красную Вольву видел, чуть не описывался, помнишь? Да Хотя это уже Форд С деревянными штуками Да Хотя это уже Форд Была Так, лобовик у нас 12-й год Пилкинтон Лобовое меняли Но ставили хорошее Мне сложно оценить такой автомобиль Возможно, я могу непредвзято относиться Как вы думаете, сколько может стоить такая Вольво? Один владелец 104 тысячи километров пробега Сильных ДТП не было Есть окрасы И на данный момент Эти окрасы опять нужно красить Эти элементы И, кстати, Леонид Михайлович мне только что сказал Что он записан 4-го числа на покраску Все это устранить Я говорю, лучше не надо А то еще хуже сделают Нет, говорит, там хорошо сделают Ну, взрослый человек Что ему скажут? Он придет, покрашено, покрашено Царапин нет, нет Салон после химчистки Но тоже давно это было уже Сколько-то лет назад Да это лежало, понимаешь Что-то типа вот Замка этого или этого Возможно, сиденье было опущено На него О, и долго лежало так Немножко подхлюкивает Но так работает хорошо Когда машина долго стоит Тоже мало хорошего Надо запускать, прокатиться Туда-сюда немного Хотя смотри Диски тормозные даже не зажавели сильно Старый ржавый амортизатор Дай-ка выкручу руль Там уже все заржавело К сожалению, никуда не денешься Она теперь живет в Питере Колеса Моя Един Россия Вот это место, смотри Где дата обычно Видишь? У нас пошли проще Просто место оставили Еще цифры-то менять Недели, года Заморачиваться, да? Ну здесь то же самое Достаточно ржавый, как и пружина Видишь? Вот тебе один владелец Виноват ли он в этом? Нет? Он просто ее эксплуатировал Эксплуатировал мало Короче, девчонки и мальчишки Как вы думаете Сколько может стоить Такой автомобиль? За сколько бы вы его купили? И купили бы вообще 2,4 На автомате Седьмой год Один владелец Есть проблемы по кузову Скорее всего По ходовой Возможно что-то нужно будет делать Хотя только недавно пройдено ТО И вроде как поменяли все, что надо Но это надо перепроверять Тормоза шуршат Это само собой Так достаточно опрятный Вот здесь цеплялись часто Когда открывали Ты понял? Смотри Здесь ты открываешь целиком Я уже и забыл это А с этой стороны кнопкой Открываешь половинку Ладно, глушу Тема На твой взгляд Лучше той? Естественно Несмотря даже на все эти проблемы Конечно Что мы видим здесь? Тоже шпаклевка была Не так много Но потрескалась Вот чем плоха шпаклевка То, что Игорь пикает каждый миллиметр Я над этим тоже смеюсь Но Он это делает для того Чтобы предупредить покупателя О том, что есть шпаклевка Что она потом может треснуть Возможно она треснула После того, как притерли Но скорее всего нет Просто от времени Блин, прибор остался в ренже У меня так бы попикал бы Для интереса Сколько там ее Но собственно Мы и так много чего видим Много чего вам показали Взрослый человек Взрослый человек Ленит Михайлович Немножко по-другому смотрит на машины Те, кто будут приезжать Будут мозг ему выносить Из-за всего этого В том числе И мы с тобой Приехали бы и сказали Так, что вот тут Тут, 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 тут Ничего критичного нет Но все это вкупе Портит впечатление Согласись? Еще бы поднять Посмотреть снизу Чтобы все точно видеть Ладно Это пока так Предварительно Ладно Пойду отдам ключи Друзья Это был влог Пишите ваши комментарии Как вам Вольво От одного владельца Да, понятно Крашен бок один Крашено крыло другое Капот, бампера Не сказать, чтобы за ней следили Но все-таки Я считаю, она в достойном состоянии Небольшой спойлер вам Она уже у нас Эта машина И продолжение следует Как говорится Также напишите Про ремонт Пассата Стоило оно того Не зря ли человек Вбухивает такие деньги Огромные И Серега с Настей Столько сил и трудов Обязательно про это комментарий И самое главное Как вам сегодня Моя футболка Мои шорты Кроссовки Не широко ли я стою Как Серегина сережка в ухе Как Тема Чакепка Не забудьте про это написать Это вообще самое главное Ну и если еще не подписаны На наш канал Обязательно подписывайтесь Ставьте лайки Пишите комментарии Всем вам удачи И всем пока Да ладно Бог с твоей кепкой Пойдем кормить Братьев наших меньших Кто бежит Вот рыжий бежит Иди сюда Иди сюда Мой ты мой рыжик Иди сюда Пойдем Пойдем Веслоухи Пират Пойдем все Все-все сюда Про мусор в лесу Тем Посмотри Вот мы были с тобой В последний раз Этих мешков вообще здесь не было Вот какой-то урод Подъехал сюда И разгрузился Чтобы не платить за вывоз Ни за что не платить Выгрузил сюда Где остальные-то? А? Веслоухи Иди сюда Пират Ай ты бандит Ты сейчас будешь забирать Я знаю Да? Ты сейчас будешь забирать Ты помнишь Что кусаться нельзя Да? Хулиган Так Иди туда кушай Иди туда кушай Иди туда кушай Вот он тебе даст Иди сюда Иди сюда Ну давай котам Отдельную тарелочку Кефирчик скажи Да? Иди сюда Иди маленькая Иди Идите вдвоем сюда Вы же не будете друг друга бить-то А? Иди Идите сюда Подожди дай-ка я им Сухого корма еще принесу Привет Посмотри как он рад Привет 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 Ну что мы тут почти все доели скажи Да? Почти доели все Иди сюда Иди сюда Рыжик Вот смотри сколько здесь Всем хватит Всем хватит Всем Прям всем хватит Да? Вот так насыплю И всем хватит Правда ведь? Аааа Ты гладиться хочешь Да? Скажи ну есть немного Зачем гоняешь их? Не обижай его Видел мордой хотел Он же хотел зрычать Не обижай Не обижай Я знаю что ты хороший Ты сильнее? В очереди стой Ты уже поел Так Этот отходит Да? Да Так ну что Мы свои тарелки заберем Да? Ты будешь еще доедать это? Будешь? Будешь Глаза то добрые У тебя все равно Да? Кстати Они здесь не голодяи И не просто в лесу живут При конюшне Не знаю конюшне Или как называть На лошадях кататься Сюда приходят Все это Зверье Живет там Поэтому их подкармливают Я в этом уверен Они даже лоснятся Вон все красивые А здесь кефирчика я налью Да? И вот наверное Вот это И ты тебе Иди скорее Иди Так 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 Ты добрый? Помнишь? Мы с тобой договаривались Что ты сегодня добрый Да? Помнишь? Вот здесь будете есть А котов не трогайте Иди Вот смотри сколько Прям вообще обожраться Скажи Так 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 Ты куда пошел? Вот здесь Что белый сильнее тебя? Да? На тебе Пробки буду поить Белый сильнее тебя Идешь у котов забирать Да? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...